если мы его ставим вот так вот как раз он вот становится куда ему надо вот это место там где наш эллипс наибольший у нас должен стать вот этот тен вот у нас мы поставили его и наш фланец вот он наш фланец который все это прикроет вот отверстие под сюда на вижу вот она под установку терморегулятора такой таблетки мы надели она должна совместиться с утем если мы перевернем вот так вот если мы перевернем на понятно она не сойдется никуда будет ставить терморегулятор вот мы его ставим фиксируется это не совсем зафиксировалась ничего немножко не довернули вот прокладочку мы на поскольку она не тот самый моё наворачиваем ради моего чтобы она у нас села по месту поскольку вот силикон получается я не ждал пока он высохнет я могу эту процедуру делать если силикон бы у меня засох то я бы этого не смог сделать почему я всегда не жду этих 10 минут но спокойно собираю раньше вот это не влияет теперь этот фланец закрепляем штатным винтиком с гровером вот пошли так вот лапочку выставили и пошли закреплять это на фланец вот убирая вот так чтобы у нас ушел там вижу там даже ничего лишнего и не выдавил потому что оно все ушло вовнутрь зато расскажи как очищали вообще вот это вот сам тэн когда ржавчина на нем промывается обыкновенной проточной водой как он выдавился вот лишний он не мешает совершенно его можно опять же взять эту тряпочку нашу промыли дальше что с тэном точно водой промывается можно берется обыкновенная губка для посуды вот и мягко аккуратненько стена снимается то что можно снять накидь которая на нем образовалась которая легко вот просто губкой снимается потом после этого берется обрезанная пластиковая бутылка желательно двухлитровая чтобы по размеру вот ее хватило потом берется наливается половина уксуса половина ну литр уксуса меньше можно даже меньше вот зависит от и там его просто опускается вот так вот в бутылку пластиковую вода стоит весь корпус тэна был погружен разбавляется обыкновенной водой теплой под крана и оставляешь на ночь уточка входишь мочалочкой все снимается с него практически где не снялось еще немного еще пускай постоит и получаем вот такую вот тэн в своем первозданном состоянии здесь у нас все сложилось и протянулось так что нагреватели горения анод стоит вот там вот внизу сейчас невозможно это увидеть его трудоемкий для снятия поэтому этот магниевый анод так сказать который препятствует образованию накипи чрезмерной такой коррозии корпуса на некоторых видах тэнов есть специально резьбовое отверстие в которое которое он венчивается кручивается в данном случае в горении нет он находится там то есть в самом низу очень трудоемко вон вверху как раз трудоемко снимать его а ну да точно он же стоит поэтому надо разбирать с той стороны снимать крышку да ну сам какой альтернативный вариант тут мы его вставить и просто пластиковым хомутиком обыкновенным а пластиковый хомутик не расплавится не расплавится поскольку мы его цепляем к датчику мы его не цепляем во-первых к тенах во-вторых тены находится в воде если даже пластиковый хомутик расплавится вот мы его завели у него туда получается вот так вот он у нас вышел вот и внизу вот здесь мы его к этой штуке чисто хомутим вот так вот тут вот он держится он у нас не не выпадет на тот момент пока мы потом уже наш не выпадает никуда вот он в таком положении будет находиться между нашими нагревателями потом когда он перевернется он будет вот так вот тут расположен угу я понял и все легко и просто вот такое ну можно сказать ноу-хау по размещению лайфхак анода этого магниевого без разборки нагревателя с той стороны достаточно трудоемкой вот вот лишний этот мы обкусим кусачками у нас тен будет готов к монтажу а